Так, еще один император, я не знаю больше ничего, хотя сейчас пошли уже, что надо дополнить. Это из первоначально нарисованных тогда ночью. Но первый хвост быка это символ фараона, что он как бык попирает чужие народы, чужие земли. То есть это, так как император это архетип воина, то вот это и постоясь фараона, когда он как бык все попирает, оплодотворяет и так далее. Такой альфа-самец и мощное животное начало. Здесь обязательно у меня в каждом императоре оно присутствует. И в принципе это в костюмах фараона было бычий хвост. Или натуральный, или искусственный, декоративный. Кстати, я иерофанта начинала рисовать. У меня почему-то первые два императора больше на иерофанта смахивали для непосвященных из-за анха. И я поискала, что же у меня было в зарисовке по иерофанту. И у меня там иерофанта это чистый анх. То есть вообще две руки благословляющие и он стоящий. То есть не на троне, а стоит и чистый анх. Я такого нарисую. Но еще я нарисую классического египетского жреца в леопардовой шкуре во всех делах. Но не жреца, а нубиса, без маски, без всего этого. Но в леопардовой шкуре. Это мужская ипостась жреца. Жреца только одна, насколько я помню, в лекциях Солкина. Носила леопардовую шкуру. Она была жрецом ее отца в мужском обличии. Она мужскую роль на себя взяла. Так что вот еще один такой лаконичный иерофант. И он тоже будет, потому что он строг. Я бы даже еще меньше деталей сделала. Вот так как я его нарисовала, вот так он мне покоя не давал. На каких-то маленьких карточках, которые я буду делать, он будет именно такой. И в каком-то там, вот когда оракульное, когда много, одно и то же аркана, много энергии будет и такой. А здесь он просто сидит на невидимом троне. Ну как бы я его не обозначала, просто энергию обозначила анх. И тигель есть, а трона не видно. А вот здесь он сидит на корзине НЭП на изобилии. Захотелось добавить ему на что сесть. Корзина НЭП это символ изобилия.